парни всем привет как говорится всем у я сейчас нахожусь в турции конкретно город анталия конкретно нахожусь в служебной командировке по youtube по изучению авторынка турции в этом видосе я вам покажу как здесь продают машины как здесь устроен автосалон и авторынок и самое главное сколько сколько здесь стоит тачки сказать что я охренел сцен это не сказать ничего также какие-то моменты по своим будням местным расскажу я здесь уже около трех недель это свежий видос наконец-то события в моей жизни догнали видосы на ю тубе не обессудьте сильно с монтажом не буду заморачиваться чтоб долго много времени на это не терять рекомендуется сразу же влепить вот здесь это лайсевич а также проверить не забыли ли вы подписаться на этот канал ну и не забывайте оставлять свои мнения о всем что вы увидели я по-прежнему читаю абсолютно все комментарии уже подхожу к автосалону будут в анталии вечером пробки сейчас в районе шести часов вечера не понял здесь машины продавали действительно реально машины стояли а вот авторынок рядом здесь то есть вон тот рынок стоит а вот рядом авторынок ну посмотрим я смотрю цены не везде есть но вот например фокусник 2000 год 215 тысяч километров лабаш вот еще родной стоит я так понимаю 16 мотор так цена самое главное 6 800 тысяч евро блин не вливались ли проще переводить ну на автомате на автомате машинка диски неродные немного выпирают видите машины жирные достаточно ребята вот мой номерочек три дня заехал в хостел в хостеле пожил в четвером там жили короче ты и девки было я один ну хостел есть хостел все равно и вот пожалуйста 500 рублей в день то есть 50 ныр в день получается сейчас я за четыре дня 200 лишь заплатил тут с хостелом вообще не сравнить тут реально а тут надо посмотреть что еще кого-то можно привезти на фотке была одна я равно кровать одинарная вообще шикардос какие-то тапки тут такие одноразовые вот тут реально все на двоих еще кого-то можно привезти ну вот туалетик такой душик надеюсь теплая вода есть так ну телек я вряд ли буду смотреть вот это имеет тоже не пользуюсь ну конечно не самая виде чистая здесь ну блин за 500 рублей в день опять так чё тут еще глянуть ну вот такая моделька марчик ну и не марчик как он не сам микро она тут цены нету цены нету но вот лобовик не родной стоит 12 год на лобовике ремонт здесь такой не очень качественный так вот цена есть дизельная машина десятого года а это фиат но у нас таких фиатов очень мало 190 тысяч пробег но я так понимаю пробеги здесь не скручивают потому что достаточно большие цифры цена три с половиной евро все-таки мульти джет дизелек седанчик ну вот кстати дверь крашеная задняя отличается по оттенку и по ашегрени в принципе на механике опелек опелек у нас без этих без цены но вот по состоянию можно посмотреть примерно да ну то есть зазорчики здесь вот есть до туманочки ну я скажу на дорогах здесь машины мало ушатанных так скажем даже старый фон здесь очень мало ржавых там до дыр да вот но тут вот видите состояние крыша вот такое например облезла к это что случилось непонятно но шины здесь черня тут видите недавно еще не высох увидеть как это нас кошак ничего ты такой дружелюбный некоторые убегают кошаки а некоторые такие дружелюбные офигеть похоже это кошачьи дома ты тут корм там вон миски с кормом два котенка вон вышли внутри я думаю там усатые полосатые сидят ход еще домой идешь что ли с гулянки о ралли ралли кар ну-ка посмотрим копейка фиатовская как она снизу кстати серёга у тебя же копейка посмотрит может сравнить состояние а но это наверно просто уже парковка это наверно не продается это просто припаркованная дачка ну красивые вот эти на шины какие-то белые специальные ретро штуки морда вот прям копейка один в один вообще салончик такой вот аккуратненький к солнцу села у меня есть где-то час здесь походить час по выхватывать к нить варике ну вот допустим такой есть аппарат да это просто прям в кировск машина просится на установку мотора вот рядочек пошел смс групп это наверное какой-то здесь отдельный автосалон сейчас посмотрим что тут есть у нас с подробностями реноха блин ну такой зазор здесь оставляют вообще как как здесь все за руль не покоться машину это вообще жесть не жалеют тачки то есть вот рука и вот зазор видите чё-то тринадцатый год ну ценника нету ценника нету skoda 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 широкая то это супербная ской широченная супер вот цены на фрукты цену можно на 10 умножать чтобы наше получилось допустим грейпфрут 7 до у нас по нашей цене 70 яблоки 50 вот кефир получается 695 самый дешевый кто-то наверно куда мы были менее не дешево 89 рублей грубо говоря 79 вот яйца 27 60 27 6 минут что листом 100 рублей молоко длительного хранения но и смотри здесь но грубо говоря вот 42 с половиной рубля литр это вот 60 рублей кетчуп хайенс стоит 130 мука стоит вот по акции сто шестьдесят два рубля 5 килограмм пять литров 445 рублей или короче большой стоит сто шестьдесят два рубля а это чё за ферри это а стиральные капсулы ферри здесь есть порошок алло хотя может и крутят здесь пробеги потому что на 14 годом машинах 200 тысяч пробег что на 2005 года машинах такой же примерно 250 на фокусе же был для ну фиат такой интересный смотрите модора 1 и 3 у него вот эта дверь раздвигается боковая вот ну прям как у минивэнов эта модель вот именно на механике и такой есть citroen он мне побольше нравится по крайней мере корма у него поинтереснее выглядит с двух сторон видите раздвигается но я думаю не электро конечно на правом руле этакий каблучок но интересно так выглядит вообще кашу вот эти резинки только как на тазах здесь вот видите авто cc уже это видимо уже какой-то другой автосалон здесь сейчас вечер короче но и уже как бы никто не стоит возле тачек принципе даже поспокойнее можем посмотреть может чтобы зазор чтобы вы понимали здесь еще меньше здесь даже ладонь моя еле влазить тут повреждения видимо окрасы указаны аукционный лист типа но никаких подробностей ну хотя бы цену бы ее мое написали хоть ищи эти машины на сайте этого автосалона смотрите такая вот мода и замечено год выпуска на лобовом цикле виде наклейки клеят тонированная машина на автомате но производство и же в турции делают такие вот я в томске кстати королу такую смотрел и эти королу делают в турции но мне кажется они дороже здесь стоят чем у нас такой вот раритет реношка смотрите как москвич комби конечно самая движуха идет там сейчас просто ордите здесь спокойно мне это нравится вот тойота какая мощная это фораннер наверное да вот эта копейка с фиатовской уже можно из родной странно тут есть на и русские жигули и фиаты коллекцию нам вот такой вот аппаратец интересного цвета и интересная овощи машина бензобаки вот прикольно когда на стойке практически находится заливная горловина так ну и традиционно вопрос чё за тачка вообще непонятно недавно была новость что 40 тысяч туристов за неделю что ли уехала в турцию что-то никого не видно так народа вообще мало шорках шла сланчиках вот гуляешь вечерком тепло хорошо вон горы видно а тепло потому что он там на той стороне на том берегу через море уже африка так тачка она не продается но она очень и очень необычно выглядит даже не могу понять что за модель такая механика торос рено торос короче о бензобак смотрите где находится сзади прям горловина короче фиатов здесь много необычных и ренок олдовых которых у нас не бывает вот еще один рено флэш но это посвежее что-то но это тоже не продается просто стоит машина вот опелек какой-то свежий но опять же без цены без ничего но посмотрим хотя бы состояние до свежей машины четверка но это на 14 год на стеклах до четверка суппортишки вот в таком исполнении передние тоже шины почерненные все как положено здесь кстати автомой очень мало потому что здесь 300 дней в году солнечные и видимо машина очень редко загрязняет тонировочка там автомат коробку видно вот это красавец мини купер это красавец наверно под миллион стоит просто вообще бомбочка у них же над было мотору стоят да насколько я знаю белая крыша панорамное стекло это тоже крыша панорама 19 год написано о сценой наконец-то вот toyota corolla 2017 год 129 тысяч пробег 198 тысяч лир до это чё 2 миллиона что ли она стоит тут даже толком то ее посмотреть то и не получается сбоку вместо очень мало о перышко че-то прилипло здесь колодки вот видимо видимо не крашен но так в принципе все ровненько вот за очек посмотреть реально очень быстро стемнело я думаю сейчас даже под нищем уже ничего не видно коробка автомат но что-то с ценником чудо реально 2 миллиона что ли стоит 14 дизель углерод и отсюда летят у нас все бое их обéoтое вечером при 112 го Jab stepped his foot лих1 крышка см и лайк лих2 ел assim кидается ну вот смотрите реноха 92 с половиной тысячи лир это чаще 0 прибавить 925 тысяч рублей 92 тысячи лир не ну это что-то жесть цена на одиннадцатый год это типа логана такая модель рено символ а у меня же такая была дело 1350 у нас такая стоит вот на механике вот сто сорок тысяч лир ford курер 17 год дизель 110 тысяч пробег ну это типа каблучок такой да да тоже двери раздвигаются заднюю вот fiat еще один 16 год они 15 год в шестнадцатом видео продано 89 тысяч километров сто пять тысяч лир не ну ценники вообще жесть конечно я бы хотел сюда гу машины гонять вот это более понятная модель продается интересно не нифига не продается на такие наверно здесь миллиона три стоят реально я смотрю эти цены мне хочется гонять сюда машины сибири ой да даже из сибири из москвы хоть откуда из волок да из костромы отовсюду хочется сюда гонять тачки ценники просто космические он человек рыбачит видите три поплавка я так понимаю там типа экранчиком что-то тянет за собой а перед экранчиком он кидает корм еду и он на типа как бы с бред ним знаете ходят да только он плывет он то есть там на плаву держится одной рукой кидает корм другой рукой тянет все всю эту конструкцию с той стороны он может просто эту удочку закидывал уже сам плавает так здесь цены нету ну титроен такой достаточно необычный рено флюенс 2015 год дизель автомат 179 тысяч пробег 133 тысячи лир ну то есть это примерно миллион триста сорок посмотрим по состоянию но тут не небольшие присутствуют мне кажется даже повернется реально очень не повернули это сотрется поли ролью такие коцки видно их так легко убрать что-то там непонятная пипка какая-то за ручкой так но коробка здесь автомат ну такие здесь тоже какие-то мелочи они но это царапин зазубрины такие вот мелочи присутствует ну так никакой жести вроде нету но цена конечно блин у нас можно не ну камри 15 года не купишь но какую тяну на уже можно 15 года купить ладно продолжаем разговор ну вот на кашкай пожалуйста напишите цену все много написали 14 год автомат 124 тысячи пробег 16 дизель 130 лошадей а цены нету платим салон а а это у нас сандера типа как сандера ств только дать и видите дать дача или тогда те 14 год ну и дизель тоже мэрс красава фольк тоже вот нашел мэр с ценой давайте-ка осмотрим автомобиль 14 года 97 тысяч пробег ну все по состоянию еще весь четенький просто все тонированная шины кунку суппорта не крашеные он все без без единого намека на ржавчину посмотрим цену вот это видите фиат 399 тысяч лир короче 4 миллиона практически amg 7g троник мэрс c180 сэшка ё-моё 4 миллиона для сравнения вы смотрите сколько у нас такой мэрс стоит так ну вот это не санчик мурана знаем такую модель но нету кстати лобовичок сигарский папа за чекали ну примерно так вот у нас на таких мурана облазит решетки здесь ну видимо а ну здесь она не хромовая может уже менее на непонятно но у нас на морозе по-моему такие решетки облазил здесь она не облезшая не в случае ну чуть-чуть подключена совсем под значком ну вот я зашел и кнопочка какая-то колесо конечно огроменная вообще наверно одно из самых больших на которых было вот такой видок море море и горы горы море к слову сказать здесь не шмонают там не рюкзак там воду фрукты вытаскиваем вообще не контролируют это хотя кафешка есть у че-то меня че-то меня после этого аттракциона блин поплохело аж немного и полчаса на скамейке сидел что-то двери закрыты а или мы сами откроем блин главное чтобы никто не хватал меня очередной автомобиль реноха рено символ седьмой год 250 тысяч километров 57 тысяч лир то есть где-то 550 570 тысяч рублей вот такой белок получается с механической коробкой передач нас в салоне чехлы задняя стекло чуть запотевшую ну короче цены цены конечно жесть вообще я думал у нас сибири цены высокие на тачке вы ну так вот реально как он выходил отсюда даже с этой стороны а жучок то такой интересный он в комплектации видите во первых он дизельный что необычно сразу во вторых но он такой знаете с элементами со вставками с этими другого цвета и никак даже не обойти его вот такой красавец ну как красавец уже по состоянию здесь фара запотевает у него непонятно где фары и здесь все это здесь и там там мир туманки это поворотники фары это что ли в бампере сделали же машина вот рено меган написано на гарантии но насколько я понимаю гарантии 202 тысячи лир ну грубо там 2 миллиона двадцатого года меган что-то у него с парой уже здесь куска заказать блин наверно с рынка кто-то шел задел так вот 2 миллиона 300 honda civic 18 год 27000 пробег здесь эти такие цивики популярные как его обойти то цивик ну на автомате наркать типа хэтчбека вот такого купешного кстати обхожу тут цешка шестнадцатого года за 3600 беленькая тоже вот такой задницы у нас цивиков нет таких видите здесь здесь популярные они так ну вот цешка пожалуйста подешевле чем так конечно ну тоже нет не очень радует цена вот такой красавец пыжик 19 год 12 тысяч километров 4 миллиона рублей это просто охренеть чего у него как по салончику там автоматик все ну современненько как у любого современного пыжика но цена просто жесть 3008 вот такой вот царь зверей так цешка 15 год ох них рена себе дизельная c200 дизель семьдесят тысяч километров почти четыре с половиной миллиона охренеть ну вот лобовик родной . конечно красивая я не знаю здесь наверно очень богатые люди только над машинах ездят сколько здесь конкурсеры что так вот ford fiesta 16 год девяносто две тысячи километров пробег почти миллион миллион двести грубо говоря причем на механике ё-моё нифига себе на механике машина ребята дизельная полторашка 122 900 лир тут вот видимо готовят сразу тачки видите типа полируют на лимоне вы здесь виде все уже практически закрыта то есть просто тачка уже стоят вот это интересная модель нифига у него этот зазор какой меньше ладошки как наступить можно на этот бампер или что это губа офигеть друзья короче понятно что ценники здесь конь вообще но это такое как бы типа автосалоны такие стоянки автосалонов здесь я так понимаю сегодня четверг у нас воскресенье воскресенье я отправлюсь на авторынок и там посмотрим уже более широкий кругозор ну и как пораньше постараюсь приехать туда чтобы вот здесь новые наверно тачки стоят постараюсь парень что приехать чтобы как бы был запас чтобы были люди какие-то может у кого-то что-то спросить поговорить хотя бы на каком-то ломаном английском чего-нибудь расскажут вот это интересная тачка бьюик американская телега но он видимо здесь на приколе стоит да видите на этих на боках под лонжерон а не вам под рычаги что ли блоки поставили на вид вроде более-менее бодрячковый но не знаю почему на блоках стоит я не знаю вряд ли у него пневма там это же америкос да еще и старый скорее всего чё-то с мотором или с коробкой тоже кандидат в кировск уличный эскалатор редкость у нас обычно тут все пробегают на красный вот так вот допустим видите никто не едет до дорога пустая но горит красный свет уже минуты две стою давно бы уже пробежал бы если бы не было палево смотрите вот такая типа шаурма на улице здесь стоит 70 рублей но грубо говоря там 7 лир плюс айранчик такой-то 170 миллилитров причем ну это две половинки такие одну я съедаю обычно в кафешке вторую забираю с собой потому что я ем обычно довольно таки часто но мало помалу